Автомобильные покрышки оказались универсальны в применении. Здесь, в местности Аркабас, что в пяти километрах от Хасавюрта тренеры оборудовали настоящую кроссфит-зону. Каждое утро под открытым небом занимаются ведущие борцы северной столицы Дагестана. Режим самоизоляции стал серьезным испытанием для всех спортсменов. Залы пока еще остаются закрытыми, поэтому уже четвертый месяц Курбану Шираеву приходится работать дома и на улице. Действующий чемпион Европы входит в круг претендентов на поездку на Олимпиаду. Перенос игр в Токио, признается 21-летний борец, пойдет ему на пользу. Все очень было странно, так как никогда не бывало, что залы закрыли там. И никогда даже не думал, что залы вообще закроют. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, но в то же время появилось больше времени укрепиться, еще поработать над своими ошибками, работать как бы, да. Но я думаю, лучше с одной стороны в то же время, так как как раз только набирал обороты. Пандемия коронавируса вынудила борцов изменить весь план занятий. Теперь пора наверстывать упущенное. Наставники оперативно нашли выход из положения. От такого разнообразия вольникам скучать не приходится. Заслуженный тренер страны Магомед Гусейнов уверен, тренировки на свежем воздухе станут для всех своего рода перезагрузкой. Стадионы закрыты в городе. Надо было что-то придумать, чтобы дети были чем-то заняты. Они устали, устали от отдыха, устали от самоизоляции. Тренеры такие хорошие придумали, всякие эти эстафеты придумали, вот эти прыжки придумали, отжимали. Вот вы сейчас увидите, чем они занимаются. Это очень хорошо, очень хорошо. Они фантазируют, чтобы детям было интересно. После вынужденного перерыва спортсмены полны энтузиазма и сил. На природе они улучшают свои физические показатели, работают над скоростью и выносливостью. Эту двухчасовую тренировку здесь принято назвать зарядкой. Вечером их ждет еще одно занятие. Конечно, уже сколько, четвертый месяц походит, без тренировок, на ковре нормально работать. Не можем, уже соскучились. Хотим азарта, борьбы, чтобы радовать своих болельщиков, близких людей. Думаю, все уже соскучились сильно по борьбе. Думаю, иншал, скоро уже начнутся соревнования. С одной стороны, тоже летом хорошо на улице тренироваться, потому что иногда ковер тоже надоедает. У нас все хорошо, каждый день зарядку делаем, по вечерам работаем. Сезон 2020 вольники планируют возобновить в сентябре. На днях объединенный мир борьбы сформировал условный календарь, обозначены места и сроки проведения ключевых соревнований по всем возрастам. Для проведения этих стартов есть ряд условий, главное из которых – эпидемиологическая обстановка в мире. Каждая сторона, где эта вольная борьба развивается, начиная с Японии до Америки, люди занимаются. Кто дома, кто со своим личным тренером. Мы все знаем, что нам надо стартовать. Не сегодня, не завтра, но через полгода. Поэтому мы должны быть готовы. Вот сегодня скажешь, там сборы, мы должны поехать бороться. С каждой и Россией надо бороться. Поэтому мы должны быть всегда готовы. Конечно, занятия на улице не смогут в полной мере заменить борцам привычный ковер. Вольникам, как воздух, нужна работа в парах с реальным противником. Поэтому они ждут и надеются, что в ближайшее время им все же разрешат вернуться к привычному режиму.